Журналист Елена Зубова проиграла суд к владельцу Форбса Александру Федотову. Зубова оспаривала свое увольнение из журнала. Она просила о компенсации морального вреда на 1,2 млн рублей, а также о восстановлении в должности и выплате среднего заработка за дни вынужденного прогула. Журналист говорила, что ее уход из Форбса не был добровольным и связан с правками в рейтинг воскопоставленных российских топ-менеджеров, который вышел осенью прошлого года. После публикации рейтинга 25 журналистов Форбса написали письмо издателю Александру Федотову с просьбой объяснить, почему же из перечня пропала зарплата Костина. По их мнению, владелец издания вмешался в редакционную политику и потребовал не публиковать эту информацию. Главный редактор Форбс Николай Усков уже заявил, что он удовлетворен решением суда. По его словам, редакция Форбс всегда придерживалась высоких стандартов независимой журналистики. Ну а прямо сейчас с нами на связи Елена Зубова. Елена, здравствуйте. Добрый день. Ну вот такой процесс, когда журналисты в суде говорят о цензуре в СМИ, в общем-то беспрецедентной для России, как проходили заседания суда? Заседания суда проходили в такой спокойной обстановке. Мой адвокат отмечал то, что судья Пархоменко, Жанна Валерьевна, очень внимательный, вдумчивый судья. Она дала высказаться всем сторонам. А что Вы говорили как истец в ходе судебных заседаний? Основная позиция заключается в том, что мое заявление об увольнении было написано под давлением и я предоставила соответствующие доказательства. Давление заключалось в том, что от меня требовали отказаться от общественной деятельности, митинговать, писать коллективные письма. Эти письма писали в связи с тем, что руководство редакции нарушало стандарты, журналистские стандарты, этические кодексы, внутренние политики, закрепленные в кодексе поведения еще предыдущим собственнике издания. Интересно, а как это можно доказать? То есть Вы какую-то переписку показывали или запись разговоров? Я предоставила суду свидетельские показания, которые подтверждали то, что у меня было уже приложено к материалам дела в виде корпоративной переписки. Свидетелями выступили редактор Forbes Елена Березанская и редактор Forbes, непосредственно и мой руководитель в то время, когда я там работала, Мария Бакумова. Скажите, а какие аргументы в свою защиту представляли представители Forbes? Они настаивали на том, что в моем заявлении присутствует слово по собственному желанию, и именно по этому формальному, по сути, признаку суд удовлетворил их требования при полной поддержке прокурора. Когда я писала это заявление, мне предоставили шаблон распечатанный, в котором было написано «Прошу меня в офис по собственному желанию». Я туда вписала другую причину, но суд счел важным то, что все-таки это не было зачеркнуто. Елена, скажите, а почему вы вообще согласились уволиться, если считали, что это незаконное увольнение? Можно было не подписывать это заявление? На меня было оказано давление, я получала письма с требованием уволиться. От руководства редакции от меня потребовали уволиться, и я осознавала, что следующим шагом может быть применение административного ресурса, что совершенно не входило в мои планы продолжения карьеры Forbes. Мне просто написали письмо «Ты либо увольняйся, либо прекращай эти митинги». И у нас были встречи с издателем Федотовым, на которых он однозначно дал понять, что человек, который настаивает на соблюдении стандартов, он предпочел бы уволить. И, собственно, об этом говорили сегодня свидетели. Елена Березанка не смогла присутствовать лично. И, собственно, она предоставила показания, которые давала оформленные, заверенные литериально. Поясните, пожалуйста, еще для нашей аудитории, как вы считаете, господин Федотов, собственно, влиял на редакционную политику и вмешивался в то, как был составлен рейтинг Forbes? Смотрите, было несколько случаев, когда он напрямую вмешивался в редакционную политику. Об одном из них, собственно, рассказала в своих показаниях Елена Березанская. Это был наиболее вопиющий случай. Но были также и другие, более мелкие случаи со стороны главного редактора Forbes. И сегодняшнее заявление, которое он сделал, я считаю, оно абсолютно несостоятельно. Он заявил, что ни одна из статьй не была снята из номера электронной версии издания, что абсолютно неправда, потому что свидетельские показания прямо свидетельствуют об обратном. А поясните, пожалуйста, как раз про тот самый вопиющий случай. Там речь шла о том, что Федотов напрямую повлиял на искажение данных рейтинга зарплат самых дорогих топ-менеджеров компании. Все, кто следил этой историей, хорошо помнят, что рейтинг выходил в ноябре прошлого года. Он выходил в пятый раз и вышел с искажениями. Вместо доходов главы ВТБ Андрея Костина, деялом пьющая дыра. У редакции были данные о том, сколько составляют его доходы по их оценке. Но, тем не менее, чтобы сохранить рейтинг, руководители редакции и редакторы решили, что лучше предложить какой-то компромисс с Федотова, чтобы он не снимал весь рейтинг. И, таким образом, спасти рейтинг от полной цензуры. Я хотела также добавить, что он на моей стороне выступил в качестве эксперта и участника процесса генеральный секретарь профсоюза журналистов России Леонид Анатольевич Веричицкий. Он является также председателем Московского городского отделения союза журналистов. Он изучил материалы дела, которые были предоставлены. Он знакомился со свидетельскими показаниями. И он пришел к выводу, который озвучил в ходе судебного заседания. Он пришел к выводу, что нарушителем стандартов редакционных и кодекса поведения, действовавши раньше в редакции, выступает Федотов. Он также подчеркнул, что главный редактор, как лицо, которое реализует редакционную политику, этому содействовал. И он отметил, что видит очень жесткую политику, направленную владельцам средств массовой информации на искажение требований законодательства, закоприруемых в статье 58 закона об СНИ, которая требует от журналиста быть честным. — Елена, у меня к вам последний короткий вопрос. А как вы считаете, такой суд вообще можно в России выиграть? Ведь фактически вы пытались доказать, что в одном из российских СМИ действует практика цензуры. — На самом деле шансов было не очень много. Мне, собственно, об этом еще в декабре написал в фейсбуке Алексей Навальный. Он вырезал мне поддержку и написал буквально следующее, что готов помочь юридическими советами, что в России я в суд проиграю, но написать жалобу в ЕСПЧ он мне поможет. Я думаю, что до ЕСПЧ пока еще есть очень много времени. И буквально на этой неделе состоится пресс-конференция в Доме журналистов, куда я приглашаю журналистов из российских и зарубежных изданий для того, чтобы поговорить о том, что у нас сейчас происходит со свободой и СМИ в России и о том, какую роль в этом могут играть подсоюзные организации. — А вы планируете в ЕСПЧ обращаться? — Ну, как я уже сказала, это более дальняя перспектива. Сейчас стоит задача более конкретная. Необходимо получить мотивированное решение суда. Возможно подготовить апелляцию, если есть для этого основания. Ну и, как я уже говорила, на этой неделе раскрыть полностью ту информацию, которая пока что сегодня еще не получила широкой огласки, о том, что же происходило в зале суда. В рамках пресс-конференции, дать и времени которой я позже сообщу коллегам дополнительно. — Да, спасибо. Журналист Елена Зубова была в нашем эфире. — Спасибо.